Крепкий Орешкин 2 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 Его интересы связаны с усилением силового блока, с попытками подняться с колен и так далее А пенсионеров-сволочей, таких как я, их делается все больше и платить им делается все труднее Демографический кризис, в этом году у нас на 350 тысяч населения делается меньше Рождаемость катастрофически падает На женщину, сейчас последние данные, женщину дотородного возраста 1,5 ребенка Для того, чтобы хотя бы сохранить на прежнем уровне численность, надо, чтобы на женщину было 2 с небольшим ребенка 2,01, да Ну да, потому что, понятно, папа-мама двое, если они вдвоем рожают полтора ребенка, то понятно, что детей становится меньше Недобор Молодежи меньше, стариков больше Платить этой самой ненужной публике нечем, потому что надо платить деньги военным, изобретателям всякого рода подземных, подводных, ракетоносцев и так далее Если вы хотите сделать из народа богоносца народ-ракетоноситель, то, естественно, надо сокращать расходы на вот этот вот отработавший уже материал, которому я имею честь принадлежать Так что все предсказуемо, а то, что внесли это дело в конституционные поправки, ну надо же было купить голоса пенсионеров Их купили, но когда проголосовали за эти поправки, все свободное, всем спасибо, разошлись по домам Очень красиво, народ богоносец, народ ракетоносец Ну правильно, а такая идеология у нас Да, блестяще Кстати говоря, вы правильно точно заметили удручающие цифры демографические, демографическая ситуация Уже полностью признан провал всех наших демпрограмм Ну не полностью Ну серьезно Отчасти призна, а куда денешься? Задачи не выполнены совсем, более того, сейчас мы имеем довольно серьезный миграционный отток на фоне пандемии Я же сегодня рассказал, что даже застройщики крупнейшие, российские, обратились напрямую к профильному вице-премьеру С тем, чтобы упростили льготный въезд для гастарбайтеров наших из Средней Азии Потому что некому строить Тоже естественно, потому что экономический рост нигде в мире не идет без увеличения рабочих рук За счет интенсификации только не получается Нужно экстенсивное привлечение рабочей силы Правильно Мы жили за счет вот этих самых оттарбайтеров В значительной степени Они там убирают мусор, они месят бетон, они там кладут асфальт и так далее Если их нет, то пенсионеров же не загонишь Почему нет? Пенсионеры крепкие у нас, нормальные На таких же доплатах пенсионных сейчас как пойдут бетон месить, арматуру гнуть Да, Мари? Зубами вставными Не то, что эти хипстеры, вот эти иксы, миллениалы Виноваты-то вы во всем, конечно Ваше поколение Вы, Виктор Кириллович, себе противоречите Только на прошлой неделе мы обсуждали, как бы московский дворник получал 220 тысяч рублей Вот тогда бы все пошли из нашей аудитории Ну, дело за малое Я бы за 200 тысяч пошел, да Да, вопрос, что за эти 200 тысяч тогда можно будет купить Когда дворник будет их получать Мы в начале 90-х тоже по 200 тысяч получаем Да, Дмитрий Борисович, а за 195 Пошли вы уже, демпинг начинается Мы продолжим после рекламы Крепкий Орешкин 2 И трансляция идет на Ютьюбе Заходите, смотрите Ютьюб-канал Серебряного Дождя Дмитрий Борисович, вот у нас есть Александр и Олег У нас есть два таких Пенсионеры, наверное Кремлеботы По всей видимости Я не знаю, и это неплохо Слава богу, что они есть Наоборот, больше таких людей хотел бы в эфире Они пишут Голосовали за индексацию пенсии Они прожиточные минимум Клоуны Сообщает нам Я, Саша, все верно Да, просто это два абсолютно прямой взаимосвязанных процесса Да, потому что индексация зависит от прожиточного минимума пенсионера Которому я только что рассказывал Так вот, тут и написано Индексация социальных и государственных пенсий С 1 апреля 2021 года пройдет в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера за 2020 год А он не меняется Поэтому нет и никаких надбавок И никаких индексаций в значительной части российских регионов Ну, клоуны есть Хотя вы за это проголосовали, вам ничего не дали До этого вы за это не голосовали, но индексация была Вот в чем парадокс Ну, большой привет Бойцам Я надеюсь, что им платят 200 тысяч, как дворникам Они санитары леса Они объясняют, что все вокруг правильно И только англичанка нам, соответственно, гадит Обама Сегодня у нас будет полчаса мы потратили Обама И как будет гадить Байден Спасибо нашим слушателям За замечательный вариант Вы не представляете себе, какой простор еще для 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 Представляю, представляю Я свой народ люблю Знаю, чего от него можно ждать Кстати говоря, интересные данные Левада опубликовал Значит, насчет американских выборов Я немножко сбегаю вперед 62% уважаемых соотечественников Слышали или знают о том, что в Америке будут выборы А 36% не знают А двое вообще, как бы, 2% Не смогли на этот вопрос ответить Так вот, среди тех, кто всерьез, внимательно следит за выборами Таких 11% в Соединенных Штатах 39% считают, что нам было бы удобнее, чтобы победил Трамп А 13% ровно в 3 раза меньше Считают, что лучше было бы, чтобы победил Байден А тем, кто не слышал, не знал или не интересуется Им по барабану Примерно там 12% за Трампа и 8% за Байдена Так что наш политически активный класс, который смотрит телевизор Является активным трампистом Что, в общем, вполне, мне кажется, органично Потому что Трамп, он по психотипу Очень близок к Владимиру Путину И нашим лихим ребятам тоже Вот он такой, он лихой Это вызывает симпатии Кроме этого, значит, естественно Трамп отчетливый, отчетливый, такой яростный антисоциалист Люди, ушибленные советским опытом Особенно за рубежом Наши эмигранты за рубежом Они тоже все очень жесткие трамписты Почти все, большинство, во всяком случае, отчетливо выражены Так вот, я хотел, на самом деле, начать с Карабаха В связи как раз с Трампом Потому что там объявлено третье по счету перемирие Бог Троицу любит Которые, естественно, не соблюдаются И тут же сорву Естественно Разница в том, что до этого инициатива исходила от России И ее благополучно спустили на тормозах Под рассуждение о миролюбии обеих сторон И армянской, и азербайджанской А потом, значит, вступил господин Помпео Госдеп американский Трамп уже выразил восторг эффективности его работы Сказал, что я горжусь, что у меня такая замечательная команда Он сказал, там легкая проблема, мы ее быстро решим Буквально в понедельник, вот вчера На встрече с журналистами Он совершенно замечательные три тезиса Явно или не явно артикулировал Во-первых, организовать мир на Карабахе это легко Или в Карабахе, конечно Во-вторых, он знает, как это делать Потому что он организовал мир между еврейским государством И, скажем, там, некоторыми арабскими странами Ну, это действительно неплохое достижение И, в-третьих, Косово Поэтому ему, в общем, делать нечего Рукой разведу чужую беду в Карабахе И, собственно говоря, он уже считает, что он ее развел А если кто сомневается, то он в качестве доказательства компетентности Сослался на то, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира Это доказательство того, что он такой выдающийся миротворец И все он уже сделал Вот вчера он буквально заявил, что перемирие между Арменией и Азербайджаном Которое было установлено при посредничестве господина Помпео Действует Хотя из расшифровки брифинга было понятно Что он очень плохо понимает, где этот самый Карабах Он сначала не понял вопросы, которые ему задали А затем дал короткий, совершенно дикий, неправильный ответ Соблюдаются прекращения огня Соблюдаются Простите, из чего можно сделать вывод, что Дональд Трамп Не подписан на инстаграм Ким Кардашьяна Иначе даже там уже выложили где-то на Горный Карабах Он же не читатель, он писатель Он сам там каждый день что-то пишет в своем замечательном Твиттере Вот это восхитительно Потому что эти люди действительно живут в вымышленном мире И не только живут, но еще и других заставляют жить Да, соблюдается это самое перемирие Американцы могут быть значимым игроком вокруг Карабаха? Они хотели бы, но по-моему не очень получается Потому что там уже не смотрят ни на Россию, ни на Соединенные Штаты Там идет своя логика Я уже говорил, что перемирие наступит тогда, когда стороны исчерпают другие способы ведения конфликта Пока еще не исчерпали Хотя, пока нам Трамп рассказывает, что соблюдается Представитель вооруженных сил Армении Арцрун Аванесян Признал впервые Да, противник добился успеха в определенных районах Противник это, естественно, Азербайджан Да, они подошли к воротам Сюника Сюник это южная провинция уже в самой Армении Ситуация не катастрофическая, он говорит Но я верю, что силы армянского солдата неисчерпаемы Ну, что еще может сказать представитель вооруженного Министерства обороны Армении? Между тем, значит, война продолжается Жертвы продолжаются Пленных расстреливают Хотя, как раз, перемирие затевалось для того, чтобы обменяться пленными и покойниками Уже там, я так понимаю, порядка тысячи человек Потеря, вся ключ с армянской стороны азербайджанских не озвучивает Но вряд ли она меньше Армяне ждут, я думаю, не дождутся прямого военного участия России Не дождутся, потому что Путин играет в игру другого уровня И Турция ему нужна, во-первых, как точка опоры в попытке расколоть НАТО Долго и упорно он этим занимается Во-вторых, как транзитная зона по прокачке газа в Европу Эта идея от рыбопроводной империи Сжать Европу в стальных объятиях наших там огромных Большого диаметра труб Чтобы она запищала и зависела от наших поставок Что тоже не работает, к сожалению Наконец, как главный, пожалуй, союзник Путина Господин Эрдоган Это отрицание европейских ценностей Которые они, на самом деле, хотели бы принять И пытались принять, но не смогли И втайне оба завидуют этой самой Европе В эту самую Европу стремятся и наши элитные граждане Со своими деньгами, честно заработанные непосильным трудом И турецкие граждане тоже Европейский союз, правда, Турцию не пускают Так вот, люди ждут от Путина жестких мер в Карабахе И не дождутся Вместо этого Владимир Путин так аккуратно, но больно Пытается дать понять господину Эрдогану, что дальше идти не следует Вот это уже вы слышали про то, что нанесен удар по сирийским лагерям Исламистов провинции Идлиб Как раз откуда Эрдоган черпает боевиков Для того, чтобы их в качестве наемников Или, я не знаю, волонтеров Направить на войну в Закавказе Отпускники, отпускники Отпускники, правильно Примерно как наши ребята из ЧВК Вагнера Извините, там новая газета как раз опубликовала Очень любопытное, большое расследование По поводу того, как, за какие деньги Ну вообще всю, как бы, всю мотивацию Все пути доставки сирийских боевиков через Турцию Ну вот, поскольку впрямую связывается конфликт с Турцией Никакого резона у Путина нет Он такой вот предпринял прокси Прокси-показательную акцию С воздуха нанес удар по этим самым лагерям Которые, конечно, трудно назвать Мирными лагерями беженцев Но, во всяком случае, там точно нет зенитных установок Поэтому удар был безболезненный с воздуха В Закавказье так не получится Поэтому Путин осторожно туда своих людей вводить не хочет И нет смысла надеяться, что он это сделает Проблема, на мой взгляд, заключается в том Что, если ты поднимаешь страну с колен Об этом все время говоришь И опираешься на военную силу То раньше или позже надо показывать Что эта сила у тебя не просто в мультиках изображена А демонстрировать какие-то реальные успехи на поле боя Ну вот, в данном случае был нанесен этот самый удар по Эдлибу 78 покойников Десятки, может быть, сотни Раненых В некотором смысле это кровавая баня для Эрдогана Который должен понять этот сигнал И умерить свою активность в Закавказье тоже Дмитрий Борисович, вот вопрос какой Понятно, что УДКБ пока не принимает участие Поскольку нет нападений непосредственно на Армению Но ведь мы знаем, что вот эта тюркистская концепция мира Эрдогановская, которую он сейчас реализует Или пытается реализовать На всякий случай, для тех, кто не знает, расскажу Что это Турция Во главе, конечно Это Азербайджан Понятно Фактически один народ С претензией туда дальше И туда дальше Сто процентов Это Казахстан Это Киргизия Туркмения И Узбекистан Туркоязычные Все это все тюрки Тюрки Като И Эрдоган активно поддерживает И с военной точки зрения И финансово Эту идею Вышеперечисленных Бывших республик Советского Союза Я напоминаю, что некоторые из них Вместе с Арменией Являются членами УДКБ Ну в этом-то и проблема На самом деле УДКБ довольно тухлая организация И конечно С одной стороны Азербайджан прекрасно понимает Что вмешиваться в Армению нельзя Потому что тогда Путин будет вынужден Что-то делать в рамках УДКБ А он этого остро не хочет И в этом смысле у них единство интересов У Турции и Уазербайджана Потому что как начнет Владимир Путин Если у него 20% населения Склонны поддерживать исламские ценности Если его союзники в Средней Азии Тоже в общем принадлежат к этому Пантуранизму или пантюркизму Но я думаю, что проблема Эрдогана в том Что пасть-то он широко разевает А ресурсов у него не так уж много Мне кажется, что это вообще Мы сейчас переживаем в глобальном смысле Такое вот время, когда Слишком долго жили в мире Слишком много накопили жирка И теперь лихие ребята Типа Эрдогана, отчасти Путина Трампа, в Польше что-то похожее Хотят использовать этот накопившийся жирок Для того, чтобы Развернуть собственные героические какие-то проекты Великая Польша от моря до моря Или Великий Туран Или русский мир, который поднимается с колен Это все хорошо, когда у тебя есть ресурсы В том числе человеческие А вот как раз в России этих ресурсов острый дефицит Хотя нам рассказывают про победную поступь На самом-то деле дела довольно кислые И именно поэтому разговоры это одно дело А реальная практика совсем другое У Эрдогана то же самое Он ввязался сразу в несколько конфликтов И в Сирии он там поднимает Турцию с колен И с Соединенными Штатами он конфликтует Про Европу я уж не говорю Кстати, вчера он призвал не покупать французские товары Да, это новый конфликтный вектор Это разговор, касающийся Франции и Турции Я думаю, мы еще об этом успеем поговорить Я хотел бы несколько слов про выборы в Штатах сказать Потому что через неделю уже тот самый замечательный Первый вторник после первого понедельника Будут голосовать, собственно говоря, уже сейчас В Америке со страшной силой голосуют Там очереди на избирательных участках Для досрочного голосования в Нью-Йорке, например Очень многие голосуют Колбасу дают, наверное? Наверное, да, и печеньки Шкале колбасы и печеньки Вот те самые госдеповские Да не надо, не надо уже, ведь русские пряник там дают Известно же, что русские вмешаются Тульские пряники Ну, сильно сомневаюсь, что на тульских пряниках можно купить Но народ идет голосовать со страшной силой И, по-видимому, будет одна из высочайших явок За все президентские выборы При этом очень многие голосуют по почте Ну, по случаю коронавирусной инфекции Ожидается, что до 80 миллионов проголосуют по почте Это тот аргумент, который Трамп хочет использовать В случае своего поражения Он сказал, что я не доверяю голосованию по почте Там возможны махинации Если будет разница не очень большая Я протестую результаты Выбор впервые выставить Ну, им так или иначе будет опротестовывать Тут вопрос весь... Я думаю, что это будет очень интересная ситуация Прежде всего потому, что мы не впервые, пожалуй, не узнаем имя победителя В ночь со вторника на среду Как всегда это бывало Просто потому, что вот эти самые голоса почтовые Они очень по-разному считаются в разных штатах Там ведь президента, в отличие от России Выбирают не граждане Выбирают штаты, государства То есть вот независимые эти самые 50 государств Объединенные в Соединенные Штаты Они так и называются Соединенные Государства Америки И в 26 штатах бюллетени должны быть поданы Не позже дня в всеобщих выборах Еще в 24 штатах И всего-то 50, да, как мы знаем Могут считать и доставленные попозже Но если стоит на конверте штемпель до 3 ноября То есть он может прийти и 4 ноября Этот самый конвертик Кое-где можно начинать считать с утра В день голосования А в некоторых штатах Только, значит, уже после того, как пересчитали Вот эти актуальные голоса Которые живые люди подали на участках Так что итоги будут подведены Где-то, наверное, к четвергу А первые два дня Будет сплошная борьба в СМИ Кто громче прикричит, что он победил Ну, я на массу всяких этих замечательных примеров Я просто вспомню, как в 2000 году Когда Элгор с Бушем воевали Они потом до 12 декабря Судились в Верховном суде Соединенных Штатов По поводу ключевого штата Который назывался Флорида И в конце концов Насчитали 537 голосов Сверх В пользу Буша И эти 537 голосов Это что-то 0,09% От всего избирателей штата Вот эти 537 голосов Определили, кто станет президентом Тогда стал президентом Буш-старший Неудивительно, что 63% следят за выборами в Америке Это же какая интрига Ноль-ноль Ставки букмекеры принимают Кроме шуток Это не только букмекеры Это весь бизнес Он же очень напряжен по поводу доллара Потому что при Трампе с долларами было все хорошо А вот будет ли хорошо при Байдене Это бизнесмены не очень Ну что, доллар опять по 30, вы хотите сказать? Нет, вот этого мы не дождемся Дело в том, что это не только доллара касается Но еще и рубля тоже Даже если доллар будет опускаться То рубль будет опускаться еще быстрее доллара Так что не надо себя обольщать Около 80 это в лучшем случае Поэтому, да, можно, конечно, попытаться сыграть И многие играют Вот сейчас быстренько подкупить рублей В расчете на то, что доллар потом просядет Можно будет купить побольше Но это та игра, которой могут заниматься только профессионалы Никому бы не советовал Значит, из тех, кто не специалист Слишком большие риски Можно прилететь, как фанера над Парижем В 3 ноября будут избирать еще и сенаторов И в Нижнюю палату И губернаторов И, в общем-то, пока сейчас Если верить Если верить социологам У шансов У демократов шансы получше Ну, например, журнал Economist считает Что касательно сената Где сейчас большинство Республиканцев Соответственно, у Трампа Скорее всего, будет большинство уже у демократов Количество 52 Там всего 100 сенаторов Сейчас 54 Нет, 53 У республиканцев И, соответственно, 47 у демократов Разница всего 6 мест Ожидается, что, скорее всего, демократы возьмут 52 места в Сенате Ну, и вот Economist считает, что 3 четверти вероятности, что это будет так А знаменитая это прогностическая группа 538 Значит, это 538 По числу выборщиков федеральных Они, эта прогностическая группа Оценивает вероятность в 80% Что в Сенате одержит победу демократы Вернемся через несколько минут Дмитрий Борисович Орешкин Трансляция идет на Ютьюбе «Серебряного дождя» Субтитры создавал DimaTorzok